О митингах? Да, Меню. Сегодня у нас в прямом эфире заместитель председателя народного хурала, руководитель Калмутского регионального отделения КПРФ Николай Адмичнур. Меню. Меню. Мы активисты инициативной группы, которая организует митинги за отмену исполняющего обязанности Дмитрия Трапезникова. Мы хотели задать вам ряд вопросов, посвященных ситуации в республике и в Лисе в целом. Валентина задаст вопрос. Вчера у нас был митинг. После проведения вчерашнего митинга раскачивается информация, что митинг носит националистический характер, потому что были высказывания по этому поводу нескольких лиц. Николай Адмич, как вы это прокомментируете? Я сам присутствую на этом митинге и хочу сказать, действительно, один сход произошел, потом был молебен, и два митинга, 13-й вчера произошло, и они начали отличаться друг от друга. Это объективно так. Почему? Потому что, по крайней мере, я на тех митингах не был, но вчера я присутствовал, увидел на этих митингах присутствуют люди, у них те требования, которые вы предъявляете, и те требования, которые они предъявляют, они, в общем-то, разные вообще. В принципе, впервые, я хочу сказать, очень жестко были лозунги националистического характера, что вообще недопустимо. Потом выступают и говорят, что, например, в городе Лисе главой администрации, главой города должен быть только калмык. Почему так? У нас на сегодняшний день, да, у нас титульнальция, значит, больше 57%, например, но вы не забывайте о том, что у нас в республике проживает 33% русских. Более того, значит, у нас есть, так сказать, кавказские народы, которые здесь проживают, не только проживают, а у них есть уже второе, третье и четвертое поколение кавказцев, которые, в общем-то, здесь живут. У них даже менталитет у нас выработался уже, да, также говоря о тех народах, которые живут здесь, и украинцы, и казаки, там, значит, так вот. В общем-то, у нас многонациональная республика, и, в принципе, на мой взгляд, я считаю, что более 4 веков мы живем на этой территории, между Волгой и Доном, значит, так, это очень сильный, вообще, Юг России, это такой плавильный котел, да, российский, поэтому за 4 века выработались такие, в общем-то, отношения, выработалась такая ментальность, что мы, как бы, от друг друга, значит, не можем оторваться, да, и жить без друг друга, почему? Потому что это вот внутренние, значит, обычаи, культуры, традиции, значит, мы взаимодействуем, значит, так, взаимопроникаем друг в другую культуру, значит, и в этом отношении мы не должны так сказать, вести себя и говорить, что, например, только калмык может быть, например, представлять, значит, быть мэром города или что-то, я считаю, что это неправильно, поэтому такие, в общем-то, речи произошли, я думаю, что, в общем-то, эти люди какие-то, преследуют какие-то цели, и я хочу сказать, что это не рядовые жители, которые пришли и говорить начали, это довольно-таки люди, которые в политике еще многие годы, поэтому я считаю, что каждое слово, которое произносится, организаторы митинга, значит, они должны их приводить в порядок, то есть цель митинга совершенно другая, почему, значит, здесь такие люди появляются, то есть должна быть какая-то разборчивость быть в этом отношении, почему, потому что за этим последует, значит, и к организатору митинга возникнут вопросы, почему, потому что закон никто не отменял, значит, так, и я считаю, что организаторы митинга должны более тщательно подходить к выступлению, если, например, человек зарывается, то должны, так сказать, ему сказать, что, дорогой мой, значит, сегодня митинг, спасибо, что ты пришел, но сегодня митинг посвящен какому-то, какой-то цели, в общем, на мой взгляд, мне кажется, так, а в общем-то, в принципе, что отрадно, заметил я, что на митинг, и это не только я, это многие заметили, и жители республики, значит, и многие политические, общественные деятели республики, которые много лет занимаются политикой, что качество митинга, вообще, я имею в виду возрастной, да, он стал намного моложе, и самое главное, по качеству вот тех людей, выступающих, все, появились люди, в общем-то, вот такого нового, что ли, поколения, которые, в общем-то, родились, и выросли, получили образование в новой России, и взгляды у них совершенно немножко другие, и что, и это самое главное, они понимают, что, например, и они понимают, что на сегодняшний день, когда их обманывают, когда обещают, что-то не делают, и когда, то есть у них наступил такой, знаете, порог, когда после этого, значит, они сказали, все, хватит, нам все это надоело, и они, значит, самостоятельно выдвигать какие-то требования, что правильно вообще, почему я так говорю, дело в том, что в течение 15 лет я возглавляю, значит, партийную организацию республики, Компартия Российской Федерации, значит, так, и, в общем-то, митинги у нас являются одной из партийной деятельности, по каким-то разным событиям, которые происходят в России, внутри республики, и отдельно взяты, может, даже в районах, поэтому вот это вот качество митинга, которое перерастает, и требования, они стали, сказать, более, так сказать, жизненными, значит, так, они где-то и совпадают с нашими, так сказать, митингами, которые происходят, они говорят о том, что на сегодняшний день выросла целая плеяда молодых людей, которые в будущем, я еще раз говорю, в будущем, могут вырасти, значит, политические деятели, которые могут, и руководить республику, не только на уровне, скажем, районов, там, поселков, но и более высоко, значит, так, это руководители республиканского масштаба, они могут быть разными, хозяйственники, политиками могут быть, значит, Да, хорошо, Николай Ильич, скажите, пожалуйста, вот тема митинга была на значение Трапезникова, исполняющего обязанности на должность руководителя главы города, скажите, а вот что мешает нашему главе республики отозвать свое решение? А вот то и мешает, что он решение уже принял, это вообще, в принципе, на мой взгляд, это вообще моя личная позиция, если руководитель решил, значит, поставить человека туда, значит, так, он все обдумал, обговорил, значит, то есть он поставил на те программы, на то, на его, значит, взгляд, развитие, социально-экономическое развитие республики, значит, и он под это, под свои требования, под свои планы, значит, он подбирает своих людей, это правильно вообще, в принципе-то, и на мой взгляд, Народ-то не согласен. Не, подождите секундочку, во-первых, я считаю, что, например, к Трапезникову вообще предъявлять претензии, например, да, это неправильно, почему? Дело в том, что Трапезников сам себя не поставил, Трапезникова пригласили, глава пригласил, там кто-то, пригласили, объяснили, значит, так, сказали, вот у нас такие требования, мы хотим то-то, то-то делать. Он сказал, я в Оль, все хорошо, я согласен. Его приводят, значит, и говорят, ЭГС, то есть, Елисейн Коросковский, вот ваш новый, значит, будет время исполняющая обязанность, пожалуйста, его изберите. Они избирают. Это на совести депутата ВГС. В соответствии с законом и с уставом партии, это они утверждают. И, в принципе, к ним претензии. И вот те требования, которые были выдвинуты на последнем, значит, митинге, о том, что надо разогнать этот ЭГС, значит, я считаю, парни справедливы. Да. Ну, а к Трапезнику прямой это вообще к отношению не имеет, понимаете, в чем дело? И вот эти вот призывы, там, Трапезнику уходи, ну, вообще, они некорректны. Предъявлять надо претензии к нашим политикам, к нашим депутатам, которые допускают эти вещи. На мой взгляд, это их, значит, ответственность перед теми людьми, которые их избрали. Ну, мы вот бы хотели на митингах, как инициативная группа, видеть депутатов ВГС и Народного Хурала. Мы им разослали пригласительные. Но, к сожалению, Я был там. Вы там были, но мы слова не сказали. Мы вас услышали. А вы, с меня не требовали слова говорить. Я просто вас не видела. Нет. Почему? Я был там присутствовал. Я же почему не говорю, чем отличается, когда я слушаю, например, там, в Инстаграме, там, все остальное, да, и когда я прихожу туда, общаясь с людьми и слушаю, как выступают люди, у меня, то есть, у меня было одно отношение, а сейчас у меня совершенно другое отношение. Может быть, я еще раз говорю, по всей видимости, вот, накал митинга, вот эта треба не меняется, в принципе, можно сказать. Поэтому, значит, я вывод такой сделал, что допускать такие вещи, значит, так, живя в многонациональной республике, значит, мне кажется, неправильно. Вы смотрите, хорошо, вы говорите, нужно обращаться к политикам, да, наш глава республики, он же, получается, политик, да, я понимаю, когда они слышат крик одного человека, но здесь-то голос тысячи людей о том, чтобы трапезников не должен находиться на этой должности. Я с вами согласен, значит, вообще, глава региона, он в первую очередь политик, в первую очередь политик. Естественно, конечно, да, люди ему доверили, значит, избрав его руководителем такого сложного региона, хочу сказать. Это, во-первых, национальная республика, больше 120 народов и наций и народностей живет здесь. И, в принципе, естественно, конечно, у каждого человека, который за него голосовал, естественно, он хотел, чтобы что-то изменилось в лучшую сторону. Поэтому, естественно, вот эти вот движения. Но, на мой взгляд, мне кажется, ошибочно. Я, в принципе, в общем-то, трех или четырех средств массовой информации на федеральном уровне выступил и свою позицию высказал. О том, что, например, вообще кадровая политика на сегодняшний день. Может быть, это не его ошибка и не его беда-то, в общем, да? Я считаю, что, например, где-то я в Инстаграме, по-моему, или почитав, что, например, Кремль якобы навязывает ему свои кадры. Значит, ну, вы мне извините, раз ты, значит, Путин, верховный, значит, правитель, будем говорить, да, или президент Российской Федерации обозначил, доверил ему пост главы рыбы, естественно, конечно, администрация президента вполне возможно, еще раз говорю, вполне возможно, какие-то кадровые установки ему дает. Или, например, говорит о каких-то конкретных личностях, да, будем говорить так. Вполне возможно, то есть, на сегодняшний день глава республики, значит, Батарий Сергеевич, он вполне возможно, значит, перед тем, как идти на главу, у него какие-то были договоренности. И, в принципе, эти договоренности необходимо выполнять. По крайней мере, может быть, это его неопытность, может быть, еще что-то, я не знаю, почему, потому что... Политическая неопытность. Конечно, это вполне возможно, значит, так, вот, и поэтому сегодня говорить там, значит, так, о том, что, например, где-то что-то, значит, я принцессу высказал, что это ошибочная кадровая политика. Почему? Потому что у нас на сегодняшний день есть... Программа кадроваризирования работает. Ну, насколько она работает, не работает, я не знаю, честно говоря, я, как бы, к этому отношусь довольно-таки скептически, честно говоря, причем, потому что вообще при советском власти вообще кадровая политика была вообще в первую очередь она стояла, находилась под контролем партии, партии, ну, тогда будем партии власти. Партии решает все, да? Партии решает все, это золотое правило. И, естественно, конечно, все молодые специалисты, которые выходили с высшим образованием, даже с средне-техническим образованием, они всегда были под пристанным вниманием. Только приехал молодой специалист, значит, он сразу заходил в сферу, значит, как бы, скажем, номенклатуры, и за ним смотрели уровень его, значит, когда он стал главным специалистом, значит, так, его уже вводили в резервы, в дальний резерв вводили, а еще был ближний резерв, то есть на сегодняшний день человек уходил, то есть с ближнего резерва человек поднимался, то есть он уже где-то отработал, а где-то пяти, по крайней мере, самое малое, около пяти-семи лет, вот, и он подходил под какие-то, на сегодняшний день этого нет, то есть и преемственности, в общем-то, нет, на сегодняшний день бывают такие случаи, когда, например, условно говоря, министр ушел, на его место могут пригласить, предложить должность человека вообще, который не имеет отношения. Можно вопрос вот задают здесь? Что бы вы сделали на месте Бату Сергеевича Хасикова? Я бы стол засел переговоров. Почему? Потому что, вы понимаете, в чем дело? В первую очередь необходимо прислушаться и услышать вот те вот, как бы, зрелые, да, мысли, которые сегодня говорят не просто, скажем, группа молодых людей, а это целое поколение. Более изъявление от народа. Нет, это не вот, это целое поколение людей, которые, в общем-то, на сегодняшний день имеют свои какие-то взгляды, они прожили часть жизни какой-то, они подошли к такому, значит, скажем, черте такой, да, за который уже наступает зрелость и понимаете, в чем дело? Вот те вот вещи, которые они сегодня говорят, они создели, они готовы, они еще раз говорю, среди них есть люди, которые сегодня готовы работать на благо своей республики. Я вижу, что среди них есть и специалисты, довольно-таки светлая голова у них, по высказке даже видно, что они хотят все это сделать, есть, конечно, другие там, там много разных людей, значит, на мой взгляд, мне кажется, необходимо сесть за стол переговоров, пригласить тех людей, не надо, конечно, входить на митинги, объясняться с людьми и все такое, на мой взгляд, мне кажется, я не знаю, может, другие как-то по-другому мыслят, я считаю, необходимо сесть за стол переговоров, но при этом, значит, одна сторона должна четко и ясно выразить свои, так сказать, мысли, что они вообще хотят, вторая сторона должна их принять и продумать, как быть в этой ситуации, где-то, наверное, закон не подходит к тому, что, например, говорят эти молодые люди, им просто необходимо объяснить, что закон не предусматривает это, второе, если закон предусматривает, необходимо этот закон проработать, если такая есть возможность что-то изменить, например, вот говорят, например, Хурал, например, не рассмотрел вопрос предыдущего митинга о том, что нам требования какие-то выделяли. Резолюции, митинги. Нет, там требования. Там есть требования. Требования, куда ты ее делаешь. Там есть требования. Вы меня измените, ультимативно, например, ставить перед государственной властью, я не знаю, это все-таки противоречие закону. Другой вопрос, предложение. Нет, есть предложение. Предложение, например, рассмотреть вопрос о выборах глав муниципальных образований города Листы про мы, мы тайны голосования. Я за. Я считаю, что это правильно. И не хотим главу сельско-муниципальных образований выбирать. То есть, начиная с низов и заканчивая, почему президент избирает, главу избирают, а почему мэра назначают. Почему? Это неправильно вообще. Прямые выборы. Я здесь за и поддерживаю волей излияния митинга и тех людей. Мы считаем, что это необходимо делать. Более того, на мой взгляд, мне кажется, неправильно будет, чтобы свели вместе главу города, например, и главу администрации в одну должность. Это неправильно. Я считаю, что, например, все-таки главой, значит, мэр города, значит, или там глава города, значит, она была до этого, значит, сочеталась вместе, значит, как представительным власти, представитель собрания ИГСа будем таким образом. Я считаю, что это будет более вероятным. Почему? Потому что получается так, что представитель нормы вообще теряют все функции. Почему, кстати, привело к тому, что они поднимают, так сказать, руку, потому что все-таки глава ушел и глава администрации. И вообще, не странно, значит, на сегодняшний день дает согласие, утверждает главу города и главу администрации, значит, собрание. Ну, почему? Это неправильно вообще? Согласна. Исполнительная и представительная власть в одном лице, я считаю, что это неправильно. Тогда будет легитимно вообще, в принципе, когда мэр города, избирает мэра города, где сочетается исполнительная власть, значит, и он подписывает все законы и все остальное, как, например, президент или же глава республики, это будет правильно. А то, получается, видите, главу города, значит, представитель власть назначает, избирает, наберет конкурсы и делает это. В форме, вот сама вот форма, да, подача, она неправильная. Надо ее изменить. Оставить за главой города, значит, и председателя, представительство, значит, собрание, вернее, ЭГС, значит, за ЭГС, а глава администрации, исполнительного, исполнительного, только глава администрации, должен назначаться и идти через конкурс. А в этой ситуации, например, не надо его так назначать. Если мы пришли к мысли о том, что его необходимо избирать, его необходимо избирать. Страшного здесь ничего нету. Ничего нет. Люди, они глупые, они изберут того человека, который более подходящий, и самое главное, они же потом за него отвечать будут. Потому что они избрали. Вот и все. Тогда никто на митинги не будет ходить и требовать от него. Сегодня другая ситуация. Ну, знаете, методом спор и ошибок мы всегда подходим к консенсу или к какой-то истине. А вот хотел этот поинтересоваться, когда будут рассматриваться резолюции с первого митинга и вот со второго? Вообще они будут ли? Значит, я хочу одну вещь сказать. Ну, во-первых, на мой взгляд, кажется, на эту сессию, да, которые пришли, например, мне требования принес один из ваших организаторов. Кабинет занес и принес. Ну, там, во-первых, много ошибок. Значит, во-первых, скажем так, что резолюция митинга, она сделана с многим ошибками. Там идут повторы. Я могу сейчас вам показать? Ну, то что? Значит, это первое. Второе, значит, на мой взгляд, там меняется закон. В первую очередь. Значит, в законе есть регламент, каким образом он идет. Мы не можем сами его принять, когда, например, нарушается федеральный закон или республиканский закон. То есть мы должны пройти процедуру согласования вот этих вот всех вещей. В любом случае, хотим мы этого, не хотим, хотя мы можем сами это делать. Но в любом случае, они проходят в министерстве юстиции, прокуратура, задействованы телевизор, администрации, вносить главы. Все это проходит, тогда мы можем к ним приступить. Я предложил тогда с коллегами своим, значит, давайте применю к сведению, запишем его протокол, а там рассмотрим. Ну, вносить его сразу в повестку дня, ну, не было никакой необходимости. Если бы, например, мне заранее предупредили, чтобы, например, мы этот вопрос рассмотрели, просто принесли мне, сказали, вот, резолюции мининга, но они сказали, например, там, что давайте вы рассмотрите его на сессии, лично для меня, например. Потом же нам сыр Викторович уже во время сессии он выступил, сказал, давайте я вам зачитаю, там, и все. Хотя, председатель говорит, что у всех на руках есть, по крайней мере, она у меня была, я ничего не сказал, потому что я думаю, что всем раздали. Я ее прочитал и, в принципе, сразу сказал, что есть вопросы здесь по резолюции, значит, так, во-первых, там есть некорректные вещи. Поэтому я сказал, говорю, мое мнение было такое принять к сведению, к информации, значит, а потом в дальнейшем подкорректировать и рассмотреть. А вообще, к этому, по изменению закона, значит, так, я положительно отнесся и считаю, что необходимо ее это рассмотреть. А вот если резолюция, да, там ошибки есть, а при назначении Дмитрия Трапезникова вы не считаете, что нарушен был закон? То, что выбирается в главу администрации города из числа депутатов ЕГС, кем Дмитрий Трапезников не является? Это нарушение закона? Конечно. Вот, это... Я вам давайте отвечу. Первое, значит, во-первых, естественно, нарушение закона было. Не на закон, а и устава, значит, так, это первое. Второе, значит, не было вообще положения о главе администрации, значит, так, и главе города, потому что в устав его внесли, кстати, там тоже есть нарушение, значит, мы устав не нашли, значит, на официальном сайте Элисинского городского собрания, его там не было, а изменения устава произошли, по-моему, год или два года назад. Поэтому, значит, тоже нарушение. Второе нарушение, значит, как вы сказали, вот там, кто имеет право представлять? На мой взгляд, мне кажется, ничего страшного не было бы, если, например, трапезников вместе со всеми пришел бы на конкурс. В этом ничего страшного нет. И запрета никакого нет. А и со своей стороны, что я считаю, например, ошибкой, да, вообще, в принципе, и депутатов ВГС, и главы республики, о том, что вот этого не было бы, если, например, то есть мы сделали бы на законном основании вход его. Тем более, в то время он являл советником главы администрации. По крайней мере, я прочитал, где он сидел, когда его представляли, там был написан советник главы администрации. Может, я неправильно там понял, не знаю я. По крайней мере, официально он был советником, перед тем, как стать в Рио. Естественно, конечно, нарушения были. В связи с этим, значит, я направил письмо, вернее, обращение прокурору республики Калмыкина, генеральному прокурору Российской Федерации о том, что произошли такие события, мы считаем, что, например, произошли такие-таки нарушения, просим, значит, провести проверку и ответить мне. Ну, мне пришел ответ с письма заместителя прокурора республики Бахникова, подписывая, значит, о том, что мое заявление принято, начали рассматривать. В указанном сроке в соответствии с законом они мне ответят. То есть, я хочу вам сказать, что мы все работаем последовательно, никто так в стороне не стоит. Мы заедем в события в следе и считаем, что в рамках закона должно быть сделано с обоих сторон. Что митингуйской стороны и что, значит, со стороны власти должно идти в рамках закона. Вот за это, в принципе, мы их согласны. Куря, все это шли, да? Ага, еще этот вопрос по поводу сцены, действия администрации. Это вы как считаете, то, что они начали демонтаж сцены в выходной день, в назначенный день митинга делать. делать. И вы видели это вообще, что там происходило? Как вы прокомментируете это? Ну, вы знаете, ну, первое, это, конечно, неизрелость власти. В первую очередь. Неизрелость власти. Это какие-то, ну, детские, знаете, песочник, когда они поделили, дети, вот начинают они там все эти дела делать. Ну, нельзя такие вещи делать. Прекрасно знали, что митинги были, что будут они. Прекрасно знали, что они пройдут там. Это единственное место определенно самим, значит, городской властью. Да, согласно. В соответствии с законом. И они, в принципе, верят, перекрывают все это делать. Ну, это неправильно. Но я хочу одну вещь вам сказать, отметить, что на сегодня сидеть, по крайней мере, значит, с сентября 2004 года, когда разгон был, демонстрация, первая демонстрация, которая, так сказать, кровавым образом загрешилась, да? Хочу сказать, модель республики, вообще полиция, или милиция, или полиция, будем говорить так, она, в принципе, действует в рамках закона, и нужно отдать им должное, что они все-таки проявляют сдержанность, да? Хотя, нужно отметить, что они могли бы там, сказать, более так жестче поступить, но они проявляют сдержанность, и я думаю, что это очень грамотно они поступают. Грамотно поступают, они отслеживают все выступления, записываются, все остальное делать, но они не препятствуют, чтобы, например, люди сделали. От того, что, например, они бы снесли бы там, с этого, который уступает, со скамейки, например, или отобрали, например, микрофон, значит, ничего, они, наоборот, эскалацию напряжения сделали больше, например, и произошло бы непредвиденное какие-то обстоятельства, они закончили, например, потасокнулись. Кому это нужно? Митингующим, то есть, и организаторам, это не нужно. Значит, милиции, это тоже не нужно. По крайней мере, вот это вот их грамотный подход к проведению, значит, по охране общественного порядка, значит, из-за самой, я хочу отметить, что они действительно себя проявляют, правильно вообще ведут себя. В дальнейшем, естественно, конечно, Но я хотел бы сказать, что организаторам митинга, значит, еще раз сказать, что надо делать все заявлено в рамках закона вещей. Значит, вот эти вот категорически против того, что вот эти вот националистические вещи, которые, значит, и в зуст, значит, присущи на митинге людей, которые уступают, значит, они действуют, наоборот, худшающе, потому что люди начнут, вы меня извините, немножко скукоживаться, говорить, ну, потому что я видел реакцию людей, когда начали говорить, люди говорят, ну, зачем это, при чем тут это, понимаем, в чем дело. Хотя там много было выступлений, и безработица, значит, и разные вещи там, и земли, про земли говорили там, и про, ну, все, но это митинг, в принципе, там уже рот никому не закроешь. Но, еще раз говорю, все-таки организатор был сказать, извини, дорогой мой, он должен предупредить его, этого нельзя говорить. Есть такие люди, которые, знаете, предупреждены, но они при этом являются, может быть, чьими-то провокаторами. Я согласен с вами. Так что, возможно, такие моменты. там говорится, говорится, мы говорим о регламенте, и человеку о том, что у нас тема такая. Он говорит, да. Валентина была секретарем. секретарем, и вот, выходя к микрофону, он говорит совершенно другие вещи. ну, я, знаете, столько митингов провел, я, в принципе, знаю, как это бывает. Человек приходит, ну, у него что-то наболело там, внутри себя, да, и он, когда пришел на митинг, естественно, старается, ему дали микрофон, и он согласается с организацией, но когда он выходит, естественно, конечно, его несет там, в разные стороны, но в этот, обычно тогда мы всегда говорим, сразу прерываем, говорим, извините, вы себя, не по тому вопросу, в митинг, и вы меня извините, мы сразу как-то обычно старались это делать. Хотя, конечно, люди разные есть, вот я еще раз говорю, трудно, конечно, но, по крайней мере, скажу, организаторы будут за это отвечать. Я почему говорю, почему, потому что за этим стоят, как бы скажем, закон, да, закон позволяет говорить вещи какие-то, а и закон запрещает какие-то вещи говорить. Поэтому, я еще раз говорю, грани этим необходимо, как бы, чувствовать. А как вы считаете, митинг санкционированный был? Или, вот, вы верите, как бы, администрации, там, или, что некоторые люди, вот, полицейские даже говорили, то, что митинг не санкционированный. Они пытались разогнать народ, ну, в громкоговоритель. А потом мы спрашивали, на каком основании митинг не согласован. Ну, они не дали ответ, никаких документов нет. Вы знаете, я глубоко не буду входить в законность в все эти вещи. Я одну вещь скажу, что я как понимаю, потому что я вот нюансов не знаю, вот это вот право. Я хочу одну вещь сказать. Первое, значит, вы провели уведомление, так? Отдали, значит, власти города, значит, о том, что вы уведомляете такого-такого, с таким числом, что пришли люди, и вы будете проводить митинг. Вам ответили, сказали, не запрещали, а ответили так, что, например, такого числа у нас там, значит, аттракционы работают, значит, так у нас договор там произошел, и все остальное, значит, и мы не можем вам там предоставить его, перенесить его. Но там же не было запрета. Они просто согласовывали другой срок митинга. И в принципе, например, на мой взгляд, мне кажется, идти в суд после этого ответа, смысла никакого не было. Вы только должны были написать, организатор должен был написать. Я не согласен с этим, значит, так? Я буду проводить 27-го числа. Вернуть обратно, и все. То есть, просто организатор дал повод для того, чтобы, например, все это заделали. И вообще запутали не только, например, организаторов, но и саму администрацию запутали, и милицию запутали, потому что милиция сама даже не поймет, разрешено, не разрешено этот митинг. И в конце концов, я думаю, что и пришли к выводу, митинг разрешили, по крайней мере, я считаю, что это правильно было сделано, потому что общественный порядок не нарушался там. То, что они выкликивали, значит, для этого есть закон, по закону можно и привлечь, или как-то там, каким-то образом говорить об их действиях, о последствиях этих действий. Поэтому считаю, что здесь и одна сторона, и со стороны милиции, и со стороны администрации, когда они стали нагнетать обстановку, значит, провели митинг, я считаю, что это правильно. Митинг, еще раз говорю, если он, например, не был запрещен городом, естественно, они ждали добро на него. А уже там, как действовало, значит, суд как действовал, я не знаю, почему, потому что у меня нет этих решений суда, там написано, отказали. Он отказали в чем? Я не знаю, что, например, организатор даже написал туда, какой иск подал он. Еще непонятно. Поэтому уведомительный характер и самое главное, значит, это единственное место, которое определено. Ну, Бадмаев вчера об этом говорил несколько раз. Конечно, и тут, если, например, вы запрещаете, а при чем тут аттракционы? Значит, вы же прекрасно знали, что единственное место, когда заключали договор, значит, надо было об этом думать. До чего вы сидите вообще в городе? И за что вообще отвечаете-то? Это должно быть четко, ясно, Ну, это единственное место. Тогда надо было, ничего страшного не произошло бы, если они на один, на один, на, скажем, до трех часов, условно говоря, с 10, там, или со скольки надо, с 12 часов до 3 часов, сказали бы руководителям актракционов, просим вас, так сказать, в этот период не занимайтесь тем, что произойдет митинг. Легче же им сказать, чем, например, 4 тысячи человек, значит, развернуть в обратную сторону. То есть, опять же, накалить обстановку. Это провокация, вы считаете? Это не провокация, это просто люди, вот, честно говоря, им сказали, например, чтобы митинга не было, вы за это отвечаете. И вот они начали, значит, там, срывать, этот, крышу с этого навеса, значит, так, потом опять, значит, при всех это клепать и лепить, ну, это же глупо вообще. Николай Юрьевич, кто за этим стоял-то? Как, кто стоит, власть стоит за этим? Ну, власть городская, да? Ну, а как город-то принадлежит ему? Они же решение дают. Это выходит конкретно, Дмитрий Трапезников дал такое поручение, и выходит так. Ну, вы знаете, я не могу за него говорить. А то, что, например, там представители власти были, значит, молодой человек стоял, там, он этим краном там регулировал, их показывал, там, что-то там говорить, или что-то там делать. Я лично с нами это видел, потом они ее оторвали, потом премьерили пили, там, забивали. В конце митинга уже все... Да, в середине митинга уже они начали клепать. Это неправильно. Понемногу, понемногу, добавляя, значит, вот это в кипящий котел, значит, так, подливают масло. Наоборот, необходимо это развести, грамотно, купировать все это дело, то есть, выйти к людям, например, или пригласить часть людей, посадить, сказать, ну, что хотите, вот так и так. Потому что, на мой взгляд, вот многие, значит, люди, которые пришли, они-то, закон-то, вот, как бы, в отношении закона, они многие эти вещи не знают. Это необходимо привести, сказать. Ну, ничего страшного нету. Прийти с молодыми людьми, это же наши жители, нам здесь жить, воспитывать детей вместе, ходить на дни мероприятия, рядом сидеть, жить в руки. Ну, почему вот такое, забор ставится еще? Тем более, что, вы меня извините, 100, более 100 тысяч жителей, так мы друг друга в лицо знаем. И знаем, кто чем дышит. И против себя представляют друг друга, значит, мне кажется, нет вообще никакой логики об этом. Власть должна прийти и сказать, мы вас слушаем. Скажите, в чем проблема? Он говорит, так, в чем проблема. Вот, трапезники проблемы. Хорошо, скажите, а при чем тут трапезника? Вот скажите, вот он такой, такой. Факты принесите, значит, завтра скажем, мы рассмотрим, скажем, извини, дорогой, значит, как вы, Дмитрий, отчество, я ее знаю, ну и такой, извини, ты нам не подходишь в связи с тем, что у тебя прошлое, вот оно какаясь такое. Я думаю, что они обидят, скажут, ребят, извините, я действительно здесь неправ, вы тут сами оставайтесь, сами дальше решаете. А если такого нет, ну вы мне извините, и про меня в этом, как в Инстаграме, или где это, что угодно пишут, ну что теперь все делать? Как правильно вы сказали, на каждый рот не накинешься, так сказать, и не закроешь ему возле, он говорит то, что думает, а что делать? Это интернет. Это информационное поле, которое пользуется вся планета. Поэтому еще надо терпеть и доказывать, что, например, что это не так. И Трапезникову Диме надо выступить и сказать, например, что, что он мне говорит, это не так. Он молчит, но это его, так сказать, правда, его, так сказать, позиция. Мы же не можем ему говорить. Он просто трусливо отсиживается. Он в СМИ говорит то, что я, говорит, если народ соберется, выйду и выступлю. перед ними. Народ первый раз собрался на молебнии, второй раз собрался, его не было. Третий раз мы уже депутатов зовем, которые выбрали его, которые избраны народом. Они не вышли. Это игнорирование полное. Может, нас считают не из-за людей или я не знаю, как это. Почему, если они так вступаются за него, вы, может, видели в Инстаграме, мы ведем встречи с депутатами ИГС, с депутатами Народного хурала, и депутаты, говорят, мы люди фракционные, люди фракции, мы как бы поддерживаем Бату. Я говорю, это значит, вы бесхребетные, у вас нет своего мнения. Так получается? Рабы системы. Да. Я хочу сказать, никого не обеляя здесь, не очерняя. Действительно, у нас, если по списку проходит, закон о политических партиях, существует, есть федеральная, если он идет в списки, естественно, перед тем, как попасть в список, с ним работа, отбор идет, естественно, ему говорят, что в список, если по списку проходишь, то ты должен подчиняться тем вопросам, если им приняли решение, единогласно. Хотя свое мнение, естественно, когда идет спор о чем-то, он имеет право высказать, но если его мнение не поддержали, большинство проголосовало, что быть, он, естественно, должен выполнять, куда деваться. Демократический централизм еще нигде ни во власти государства, ни в партийных органах нет. Другой вопрос. У меня, например, бывают такие случаи, когда на фракции, по крайней мере, я про свою фракцию хочу сказать, что у нас мнения могут разлететь. И мы к одному мнению можем не прийти. Действительно так, потому что два человека, четыре человека, два на два им дают свой. Да, честно, бывает такое. Но мы идем на компромисс. Я стараюсь пойти на компромисс, выслушать его, его, и потом говорю, давайте мы сделаем таким образом. То есть, и тебя выслушаем, и так, и мы хотим, и предлагаем, вот таким образом давайте проголосуем. Не ущемляя, значит, достоинство человека, его высказать, потому что за ним тоже стоят люди, которые голосовали за него. Значит, и вот это вот мнение, оно должно быть идти не от себя, не от партии, например, а от тех людей, которого избрали. И поэтому, значит, вот считаю, что депутаты, одномандатники, семь человек, которые избраны по городу, значит, они к партии какое отношение имеют? Их ни партия не предлагала, они, значит, избраны по одномандатным округам, значит, у них есть свое мнение. Почему, например, они должны прислушиваться тем четырем тысяч жителям, которые сегодня вышли, значит, выходят на этот? Это же их избиратели. Они должны как бы прислушиваться, например. Ну и другой вопрос. Хотелось бы, значит, пожелать, чтобы все-таки вот это вот, говорите, что он не вышел, значит, трапезников там, или батухасиков не вышел. Вы знаете, что хочу сказать? Вы должны, значит, если, например, хотите, чтобы на митинг человек вышел, вы должны достать такие условия, чтобы человека не было, значит, выходить на этот митинг, чтобы его там, во-первых, не обругали там, а обычно бывает там всегда, там начинает, почему? Потому что я вот посмотрел, как на молебни там приходили, значит, по-моему, кто-то из депутатов приходил, значит, там, ну, выкрики начались, еще остальные. Тем более, что он, в общем-то, возрастной товарищ, он деды им годится, значит, это нельзя допускать, потому что все-таки у нас национальная республика, надо более... Владимир Харскаевич, Владимир Харскаевич, по-моему, был, нельзя так делать. Кем бы он ни был, кем бы он ни был, это... То не митинг был, ну, что там говорить? Все говорят, мы не организаторы, мы не организаторы, а люди собираются. Конечно, есть организаторы. Поэтому, если, например, вы сможете, значит, создать такие условия, чтобы, ну, и трапезник пришел, выступил и сказал, что он думает, но, на мой взгляд, мне кажется, на митинг очень сложно прийти к консенсусу. Необходимо, чтобы группа людей, которые вы делегируете, да, пришли, значит, написали четкие, ясные требования какие-то, значит, так, пришли и разобрались по этому поводу, выслушали его. Может быть, тогда им постепенно начнется изближение, значит, постепенно, значит, посмотрят, и вдруг действительно, может быть, необходимо подойти, я не знаю, там, сегодня уйдет, трапезник не уйдет, может, он добровольно напишет и уйдет. Мы же не знаем этого. Поэтому, еще раз говорю, с обоих сторон необходимо делать шаги для изближения и понимания, что происходит. Сегодня, вот, мы пришли, вы знаете, ситуацию, очень довольно-таки в экономическом плане, да, в республике тяжелое, наследство довольно-таки тяжелое, она и была, ситуация очень тяжелая. Сейчас еще усугубилось, что, например, вот в республике, в самом городе, в столице республики, идет такое напряжение, противостоянное, значит, но мы приближаемся к самому такому тяжелому периоду, скажем, года, естественно, тем более у нас аграрная республика, есть сложности. Заканчиваем год очень тяжело, поэтому, я считаю, что необходимость все-таки начала работать голова у обоих сторон, чтобы начала работать голова, мы пришли к какому-нибудь единому мнению. Я почему говорю, потому что многие говорят, мы за Батухасика, мы не считаем, что это, но извините, на митинге произошел уже вопрос, чтобы он добровольно написал, значит, сдал свои полномочия перед Путиным, значит, где же тогда получается, мы так, там не так, а тут не так, потом говорим, что мы, в общем-то, люди интернациональные, значит, так, тем более, что уже 4 века живем, мы сблизились там со всеми культурами, обычными традициями, значит, вдруг говорим, что в республике должен быть колумб. Я не считаю, что это неправильно. У нас есть, и еще один момент хотел бы сказать, вот, например, если говорить, что торопезника не будет, а почему нет человека альтернативного, которого хотите выдвинуть? Разве можно так ультимативно ставить вопрос с одной стороны, да, а с другой стороны не говорить, кто же... Почему? Если бы нам кто-то задал конкретный вопрос, если бы нам предложили встретиться, сесть за стол переговоров, мы бы, действительно бы определиться. Если нашу резолюцию даже не зачитывают, не ознакомлются, пусть она с ошибками, но самое главное, услышали, чтобы они... Понимаете? Я уже сказал, что... Игнорирование, это вообще никуда не катится, потому что... Те требования, которые, да, я сказал, я поддерживаю. Я же вам сказал. Хотелось бы, чтобы народ не мог услышать. Правильно. Вот тогда вот, вот еще, мы не сделаем миг, мы должны, вы должны, когда выйти после встречи, сказать, мы встречались, мы переговорили и, в принципе, мы подходим к такому решению, значит, чтобы вы знали, что мы, двигаясь с обоих сторон, на встречу друг к другу, двигаясь, у нас состоялся диалог. Вот к этому необходимо идти. А то, что люди сегодня возмущены вот таким отношением, да, к ним, вот, конечно-то, справедливо. Ну, и, и, как бы, промалчивать, значит, так сидеть, отмалчиваться. Мы так сделали, сидеть и говорить, что, как хотите, так и думайте, это неправильно. По крайней мере, мне так кажется. Неправильно это дело. И вот, я хочу сказать, что необходимо уже говорить о том, что, кого бы мы, например, хотели бы видеть. Нам тоже задают вопрос, говорят, вот партия будет там выдвигать этого на должность, значит, главы администрации города, человека, значит, мы говорим, ну, мы сегодня думаем, но мы еще готовы, говорю, поддержать. Вы тоже можете выдвинуть. Мы, да, можем выдвинуть, например, но мы еще, если вы выдвинете своего человека, мы готовы, если, например, нормальный парень будет, тем более, будет выдвигаться всенародным таким, да, скажем, голосованием, значит, мы можем его поддержать. Почему бы нет? Ну, надо идти. Говорят, нет сегодня людей, значит, альтернативных. Почему нет? У нас ребята в городе есть, довольно-таки уже зрелые, которые прошли Крым-Мын, там, медные трубы, и все остальное, я могу даже назвать эти фамилии, значит, которые могут прийти и сегодня достойно управлять городом и представлять, значит, Кого примерно? Интересно услышать ваши фамилии, да? Ну, еще раз, это мое личное мнение, поэтому говорю, я действую не только лично от себя, значит. Я, например, сегодня сказал бы, у нас есть такой, значит, Семаков Павел Алексеевич, да, парень довольно-таки, он местный, значит, есть, значит, Полоус Анатолий Иванович, тоже местный наш парень, значит, сейчас он, правда, работает в другом, но, по крайней мере, о нем говорить, там, естественно, они должны создать согласие, это просто я говорю, кто мог бы, например, принять, Лиджи Галяев Владимир Дмитриевич, руководитель водоканала, города, например, у него несколько лет работа, город прекрасно знает, местный житель, и все остальное, да их вот несколько, и у вас они есть, среди вас есть ребята есть, просто необходимо посмотреть, озвучить, и более того, значит, надо от него получить согласие. Если, например, вот все говорят, что это очень довольно-таки, там, такая должность, если, например, назначает, это хорошо, а если, например, человека, это самое, избирает всенародным голосованием, всенародным голосованием, да, это еще двойная ответственность, ему намного тяжелее будет, чтобы не подвести тех людей, которые избирали, предлагали, и народ будет нести тоже, как бы ответственность. Обязательно. Ну, Николай Ильич, спасибо за комментарий, спасибо за прием. Ну, попрощаемся со зрителями, всем до свидания, всем бятным, мы, в общем, продолжаем нашу акцию, встречи с депутатами Народного хорала и ЕГС. Всем до свидания, делюсь эфиром. До свидания.